МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Министерстве образования и науки Архангельской области работает горячая линия по вопросам проведения ЕГЭ-2017. Звонки принимаются в рабочее время по телефону 285-585. К другим темам. На улице становится теплее, а значит, скоро в регионе развернется большая кампания по ремонту дорог. 65 миллионов рублей направят на обновление муниципальных дорог, еще 100 миллионов рублей дополнительно получит Архангельск. Вопрос обсуждался на совещании в правительстве региона. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов поручил региональному министерству транспорта оперативно провести все процедуры, связанные с распределением средств на ремонт муниципальных дорог. Обращаю ваше внимание, что одним из основополагающих условий, как всегда это было, это объем участия муниципалитетов в этих проектах. Мы идем туда, где с нами вместе участвуют в том числе и муниципалитеты. У нас есть два объекта, которые мы договаривались как особо для нас. Важны верхняя тойма. Мы собираемся провести большой объем работ, очень непростых, учитывая, что это за рекой по восстановлению дорожного покрытия, ну и в Онеге. Добавлю, что 65 миллионов рублей, выделенных на ремонт муниципальных дорог, будут распределены на конкурсной основе. Заявки муниципальных образований рассмотрит специальная комиссия. Сегодня в Архангельске заканчивается отопительный сезон. Коммунальщики расхолаживают систему и приступают к гидравлическим испытаниям. График ремонта сетей, а также отключение горячей воды можно узнать на сайте городской администрации. Адрес на экране. В правительстве региона прошла церемония вручения государственных наград жителям Архангельской области. Президентским указом отмечены заслуги простых рабочих северов, учителей, инженеров, фермеров, волонтеров. В зале люди разных профессий, возрастов и судеб, но с одинаковым стремлением делать мир вокруг лучше и созидать. Следсоремонтажник Алексей Иванов в судостроительной отрасли. Трудится уже 43 года. При его участии построена 21 подводная лодка. Работник сил Машелл достоин звания Герой труда Российской Федерации. Всю жизнь я проработал в одной бригаде на одном и том же месте, в одной специальности. Так что вся цель жизни – это работать на одном месте, честно трудиться. Высоких наград у достойной работники Севералмаза. В юбилейный для Поморья год предприятие тоже отмечает юбилей – 25 лет. Впечатляющие результаты в 2016 году. Обработано свыше 4 миллионов тонн руды, добыто алмазов общей массой более 2 миллионов тонн карат. В компании трудится свыше полутора тысяч человек. Заслуги нескольких отмечены сегодня. Знаком «Шахтерская слава» третьей степени награжден главный инженер Ломоносовского горно-обогатительного комбината Сергей Белый. Знак второй степени получил главный инженер Севералмаза Игорь Иванов. Спасибо коллективу Севералмаза. Спасибо моей семье и моим близким. Я благодарю руководству общества, благодарю руководству области за столь высокую оценку моего труда. Я воспринимаю данную награду не как свою личную, а как заслугу всех моих наставников, с которыми я работал. Сотрудники Севералмаза сегодня также получили благодарности от Министерства энергетики России. В преддверии главного государственного праздника Дня России мне особенно приятно отметить ваши заслуги перед государством вручением столь высоких наград. Всех вас, независимо от профессии и должности, объединяет принадленность своему делу многолетний плодотворный труд, стремление сделать Россию сильным и независимым государством. Аплодисменты сегодня звучали не только в адрес тех, кто делает жизнь лучше, но и тех, кто жизни спасает. Житель поселка Сельвинга Иван Трубников вместе с друзьями вытащил из воды тонущего ребенка. Его поддерживал он и отец, но как бы уже сил не хватало, после чего мы подплыли, взяли его и успешно к берегу его доставили. В тот момент у меня сыграл адреналин, я правильно ничего вообще не понимал, что происходит. Нагрудные знаки «Горячее сердце» за смелость и самоотверженность в экстремальных ситуациях получили еще несколько северян. Благодарностями профильных федеральных министерств сегодня были отмечены работники сельского хозяйства, образования, за вклад в развитие экономики региона. Почетную грамоту Совета Федерации вручили Архангельскому ЦБК. Артемий Заварзин, Ольга Красулина, Архангельское телевидение. Слетать в самую западную точку страны из Архангельска и обратно станет доступнее. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о субсидировании рейса Архангельск-Калининград-Архангельск из федерального бюджета. Согласно документу, предельная величина спецтарифа в одном направлении составит 5500 рублей. Размер субсидий на пассажира в одном направлении – 3300 рублей. Также в перечень субсидируемых маршрутов включены перевозки между Калининградом и Сочи, Екатеринбургом, Мурманском и Калугой. Напомним, с 1 июня авиакомпания «Нордавиа» запустила рейс по маршруту Архангельск-Калининград. Перелеты будут выполняться вплоть до 31 августа по четвергам. Ну а минимальная стоимость билетов на сегодняшний день – 6100 рублей в одну сторону. День рождения Александра Пушкина Это на список стихотворений Пушкина. Можете ли вы назвать одно, которое не является его творением? Ох, это будет сложно. Альчар тогда, да, и вот на холмах Грузии… Нет, это точно, это точно. Это Пушкин. Скорее всего. Я вот скажу, что на холмах Грузии лежит ночная мгла, возможно, не его произведение. Ну, пусть будет на холмах Грузии. Так, на холмах Грузии лежит ночная мгла Лермонтов. Я памятник себе возник нерукотворный. Вот это возможно, что в имени тебе моем. Ну, я думаю, что песня «Вещи Малеги» ему не принадлежит. Уж песня «Вещи Малеги» может быть. По-моему, песня «Вещи Малеги». Когда в объятии мои, по-моему, нет такого. На перстник ни о чем, мне говорит, не читала. Город пышный, город бедный. А на самом-то деле какое? На самом деле все стихотворения принадлежат ему. Я надеялся. 16 часов. Расскажем еще больше новостей из жизни региона. Не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова